На что жалуетесь? Дискомфорт при мощи спускания. Летом сколько? 29. Аллергии на медикаменты? Нет. Месячно-регулярные? Почему? Совсем мне с ума свели. Я вас приветствую, друзья. С нами за кадром в этой студии снова наш известный ананофоб Саня. Сань, какие ты вопросы приготовил? Расскажи нам. Вопросы очень животрепещущие. И вопрос первый. Вот в одном из ваших видео я услышал, что при оральном сексе, ну, то есть при кунилингусе мужчина может подхватить какое-то заболевание. Может. И тут у меня такой вопрос. А как же тогда защититься? Получается, что, надо презерватив, что ли, на язык одевать? Или говоришь ты, значит, своей партнерше? Знаешь, родная, пока справку из КВД не принесешь, ничего тебе отлизывать не буду. Да, да, так и надо говорить. И как что это? Так и надо говорить. Как тогда нужно быть? Но я так думаю, что презерватив на язык это слишком сильно. Тем более, что не все же сосут языком. Сань, некоторые и губами себе помогают, причмокивают, посасывают там что-нибудь, дуют даже. Вот так соприкоснешься с бациллами-то, а они уже в тебе. Поэтому медицина придумала другие способы предохранения. Можно использовать тот же самый презерватив, только разрезать его вдоль. Получится такая вот пленочка. Расстелил ее и лежи на здоровье всю поверхность. Хочешь губами, хочешь зубами, хочешь языками. В общем, даже носом можешь пройтись, тебе ничего не угрожает. Для особо одаренных, у которых нет презерватива, можно использовать даже пищевую пленку. Во всяком случае, справочник ВОЗ для безопасного секса, он предоставляет нам такую информацию. Но если тебе не нравится, то тебе могу порекомендовать другие свои способы. Например, мастурбация, секс по телефону, объятия, поцелуи. Это тоже секс, но безопасный только. Саня, ну как, я ответила на твой вопрос? Да, я думаю, я удовлетворен больше. В общем, придется справку из КВД, наверное. Да, удовлетворен. А тебя не интересует, какие инфекции могут прийти через кунилингус в рот мужчине? Я так думаю, такие же, как и через член. Ну какие-то, какие-то, наверное, больше, какие-то меньше. Ну то есть, а, хорошо. Не, ну дай их перечислить, тебе жалко, что ли? Нет, мне интересно, насколько вероятность велика. Вероятность велика. Во-первых, речь идет о сифилисе, гонореи, хламидиозе, герпесе, контагиозном моллюске, даже ВИЧ-инфекции. То есть, речь идет как раз о тех инфекциях, которые нежелательно было бы получить через рот. Такие инфекции, как горднерелла, трихомонада, мекоплазменная инфекция через рот, конечно, вряд ли к вам придут, или молочница. А вот эти вот термоядерные монстры, да, такие как сифилис, гонорея, ВИЧ, герпес, хламидиоз, они, конечно, нам не нужны. Вероятность высока, и она тем выше, чем тщательнее вы готовитесь к оральному сексу. Кстати, вот в этой книжке написано, что если почистить рот зубной щеточкой, то такая вероятность увеличивается. И ко мне уже пришел один. Дайте автограф, но объясните. Вот тут на этой страничке вот так написано. Почему? Ответ, потому что, когда вы щеточкой, зубной, перед оральным сексом стараетесь создать ментоловое дыхание, вы создаете с помощью щетиной микротрещины десен. И микротрещины – это что? Входные ворота инфекции. Таким образом, вероятность того, что вы слижете бациллу, и она куда-то там прикрепится и пойдет в кровоток, она, конечно, высока. Удовлетворен? Да, безусловно. Знаешь, как тебе мало надо для счастья? Ну тогда пока. Пока.